Да, добрый день, колл-центр, коронавирус вас слушает. На звонки жителей региона в колл-центре отвечает губернатор Дмитрий Азаров. Горячая линия на базе контакт-центра в онкоцентре начала работать по поручению главы региона 6 марта. Чаще всего жители области интересуются, как получить электронный больничный, не выходя из дома, и в каких случаях необходимо соблюдать режим самоизоляции. Хочу вас проинформировать, что в соответствии с постановлением, которое принято на территории региона, если вы прибыли из другого региона, вам нужно уйти на самоизоляцию 14 дней. Сейчас в колл-центре работают 16 операторов. Они принимают обращения не только по теме коронавируса, но и записывают пациентов к врачу, консультируют по работе центра. Ежедневно операторы в смену принимают до сотни звонков. Сейчас количество обращений увеличивается. Нагрузку усиленность принимает каждый оператор, в том числе и я, порядка 200 звонков, 150-200 звонков. Нагрузка усиливается, усиленная у нас в основном как раз после выходных, после праздников, по понедельникам. Если временной интервал брать, то это с 8 утра, вот до 10. С начала марта на телефоны горячей линии поступило свыше 6 тысяч звонков. Были приняты сообщения от более чем 3 тысяч жителей. Это люди, которые приехали из-за границы. Информацию о них сотрудники колл-центра передали медикам. Этот мониторинг проводится ежедневно, производится запись пациентов и оперативно передается информация в медицинские организации в дальнейшем наблюдении. Во время визита в онкоцентр губернатор поинтересовался, обеспечены ли пациенты пропускными документами для посещения медучреждений в связи с введением режима самоизоляции до 5 апреля. Оказалось, что такого документа еще нет. Это надо, безусловно, отрегулировать сегодня же, потому что едут специалисты, едут за процедурами, и, конечно, у людей должно быть что-то типа направления. Из лечебного учреждения. Ну, конечно. И тогда он предъявляет его в случае необходимости сотруднику правопорядка и спокойно перемещается. По информации оперативного штаба Самарской области, на 1 апреля в регионе 15 подтвержденных случаев коронавируса. Двоих пациентов выписали после выздоровления. 13 человек, в том числе двое детей, находятся на лечении. Лариса Шлафаст, События. Лариса Шлафаст, События.